Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. Близнецы, 22 мая-21 июня. В этот период проявите заботу о плечах и руках. 22 мая, день Николая, святителя и чудотворца. В этот день, в 1087 году, были перенесены мощи святителя Николая. Город, в котором был похоронен святитель Николай, был захвачен варварами, которые никого не щадили. Мощи были перенесены в город Бари, который находится на юге итальянского полуострова. Сразу же после прибытия мощей стали твориться чудеса. В первый же день исцелились 47 больных, мужей и жен, одержимых различными недугами. В народе этот день называли по-разному. День Николы Чудотворца, День Николы Вешнего, Николы Теплого. И это был один из главных праздников на Руси. Православный народ считал своим заступником и покровителем именно Николая Чудотворца. Особенно помогал он мореплавателям и путешественникам. И в этот особый день к святому Николаю обращались за помощью в избавлении от различного рода бед. Сегодня отправлялись в церковь и молили Николая Чудотворца. Святой Никола, угодник, помоги мне, святой чудотворец, покрой меня своим чудом и сохрани от всех несчастье. Святой Николай спасал от бед детей, покровительствовал молодым парам, предотвращал пожары на хлебных полях, защищал от воров. Обязательно старались в этот день накормить обездоленных людей, чтобы самим в течение года не голодать. Святому Николаю сегодня молились о здравии лошадей. Считалось, что если этого не сделать, то бесовская сила станет кататься на них и заездит до смерти. А если сегодня видели, что лошадь вздрагивает, то обязательно говорили, кыш-кыш, нечистая сила. С этого дня начинали выгонять коней в ночное. Подростки лет по 15-17 собирались вместе и вечером гнали лошадей пастись всю ночь. Так юноши вступали во взрослую жизнь. Старались не купаться в реке до сегодняшнего дня, считая это большим грехом. Приметы. Если на следующий день после Никола идет дождь, лето будет дождливым и холодным. Сегодня утром нужно было умыться первого росу и чтобы в течение года быть здоровым. В старину в этот день начинали сажать картофель. Считалось, что посаженный сегодня он не только даст хороший урожай, но и его плоды будут обладать целебной силой. 18-е лунные сутки. После предыдущего мощного дня эти лунные сутки несут спа. Энергии в теле мало. И это располагает к пассивности и подражанию. Замечено, что наш внутренний мир проявляется через отношение к миру внешнему. И если мы испытываем зависть, огорчение и другие негативные эмоции, виноваты в этом мы сами, а не окружающие. Осознание этого отражения – прекрасный повод для работы над собой. Энергия сейчас располагается в области половых желез, очевого пузыря и прямой кишки. Это удачное время для выполнения очевидных клизм, особенно если имеется высыпание на коже. Что касается питания, то сегодня воздержитесь от соленой пищи. Двигательная активность нормальная. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malaha Pro. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok